Данное видео содержит размышления автора. Автор оставляет за собой право ошибаться, а также менять со временем свою точку зрения. Приятного просмотра! Все, добро пожаловать в батальон предателей. В каком плане, могу сказать сразу, я выставил свою драгу на продажу. Далеко не по самой низкой цене, могу сказать тоже сразу, потому что, во-первых, мотоцикл у меня уникальный, он цепляет взгляд. Он действительно очень старательно и прикольно в целом сделан. И он в хорошем, очень техническом состоянии, потому что за ним следили и ухаживали. То есть, соответственно, выставляю я его на продажу. Почему? Потому что сейчас есть на продаже одна мопедка интересная. Это Драгстар 1100 и у меня есть большое, прибольшое желание стать его владельцем. Соответственно, ух ты! Приехали! Да, у меня есть большое желание стать его владельцем, а для этого надо денег. Продаю я его без торга. Если к тому моменту, как я все-таки его продам, как у меня появится покупатель, ту драгу отдадут, я свой мотоцикл с продажи снимаю, продолжаю копить на литрушку, но на какую-нибудь другую. Просто я вот реально увидел мотоцикл, я в него влюблен. Вот, мне нравится в нем и цвет, и, собственно говоря, и состояние вроде прикольное, и цена вкусная. Вот, но свой я, честно говоря, продавать желанием вот вообще не горю. И поэтому я его продаю по цене, ну не то чтобы завышенной, но адекватной для его состояния, более чем адекватной. Вот, с учетом того, что было вложено, что было сделано, и как я его поддерживаю. Правда, немножко чувствую себя действительно изменщиком и предателем, потому что, ну блин, столько всего было сделано, столько любви было в него запрятано. Ох, блин, не хочется его продавать. Но очень хочется литровый драк. То есть хочется литр. Причем хочется конкретный литр. Вот, я реально увидел машину, на которую я готов поменять своего коня. Не знаю, если его не заберут, то я, соответственно, его с продажи... Ну, если тот заберут, я свой с продажи снимаю, так как в ближайшее время я тогда никуда не тороплюсь с него перескакивать и просто спокойно вкладываю деньги. А если заберут, ну, залажу в долги и забираю тот мотоцикл. Уж Ольного, уж Ольного мне в душу запал. Реально, просто запал в душу. Я просто влюбился. Такое бывает, да. Вот такая она любовь. А еще бывает то, что у нас прошел дождь. Наконец-то это свершилось. Дождя очень давно не было, его очень сильно не хватало, поскольку, блин, было очень жарко. А сейчас дождь прямо чудеса сотворил. Это просто магия какая-то, потому что чувствуешь, что ты как бы живой человек. За рулем не умираешь и прям воскресаешь. Вы уже успели оценить новый формат. Это то, что постоянно транслируется в формате стрима видео с канала. Ну, возможно, это кажется кому-то странным, но это, во-первых, продвигает канал. Во-вторых, у меня, как у сисадмина, благо дело, есть такая возможность запустить на сервачке практически вечный эфир. Причем нигде не рискуя каналом, потому что... Вот. Потому что есть такая возможность. Это в то самое время, когда практически электроэнергии просто нету. А я могу. Вот могу, поэтому делаю. Тут надо аккуратно, конечно, а то вдруг кто-то перестроиться захочет. Поэтому да. Вот так вот. Заодно еще движка просыхает. И мы вписываемся везде. И вот сюда влазим. Ага. А вот сюда не влазим. Вот теперь влазим. Спасибо. Спасибо, что влазим. А что до этого не влазили. Тут все очень плотненько, да. Надо выскочить чуть-чуть вперед. Потому что есть такая штука, что автомобиль просто может меня не увидеть. Если я буду стоять, так сказать, возле стойки. Так, так, так. Ищем, как приписюнится. Походу, нашли. Первый приписюн готов. Второй приписюн готов. Здесь такое дело. В Мерс приехать бы не хотелось. Тем более, когда мотоцикл выставлен на продажу. Мотоцикл продолжает наматывать километры. Поэтому, вот, пока он у меня есть, он у меня есть. Отчасти даже, вот, хочется, чтобы тот мотоцикл купили. И я не продавал свой. Я к нему реально очень жестко прикипел. Но не хватает мне четырехсотки. Что тут поделать? Вот. А, литр, это есть литр. Что, снова пробочки. Ну, я так, вроде, приличную часть пробков проскочил. У нас дождь был, мотоцикл, соответственно, подмог манеха. И, в частности, подмог барабан. Поэтому я сейчас не буду подставляться. Так как барабанный тормоз, он обладает одним интересным таким свойством или качеством. Я не знаю, как будет правильно, но, когда мокрый, работает в двух положениях. Вкыл и выкыл. Он совершенно неинформативен и можно заблокировать колесо. Поэтому, пока я его плюс-минус не просушу, между рядами ездить не испытываю ни малейшего желания. Так что, ребята, буду я волочиться сейчас. Я настоящий наволочь. Вот. Хотя, 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 я сотрю здесь такой коридорчик. Ладно. Ладно, психану. Не спеша, а аккуратненько и со вкусом, с толком, с чувством, с расстановкой. Уи-и-и-ха. Так, 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 так. Едем, едем хорошо. И вот сюда, и вот сюда. А вот сюда мы не успеваем. Здесь нас подожмет сюзюки. Тоже японец, конечно. Тоже молодец. Все японцы хороши. Спасибо, что подвинулся почти. Потому что ты там все равно не пролезешь, а я могу. Ну и в день, когда вы смотрите это видео, у меня уже прошла годовщина свадьбы. Но на самом деле она сегодня. Поэтому у меня еще задача купить цветочков и поздравить жену. Плюс я, как самый настоящий мужик, ни хрена об этом даже не вспомнил. Если бы меня не повздравила жена. Подарила мне две футболки. Одна с о земле моей анархии. То есть это вообще прям вот в душу. Вторая с изображением мотоцикла. Сейчас мы подождем, пока все остановятся. И проскочим. Всегда страшно так ехать между двумя большими машинами. Они меня не видят. И я их вижу. От этого мне еще страшнее. Так что я как настоящий мужлан мудак. Но я сегодня исправлюсь. Исправлюсь. И с этим делом я обязательно справлюсь. Вот. Я несколько дней, кстати, видео не снимал. Поэтому у меня наконец-то нормальный общительный режим вошел. Вот так вот. Легче стало прям держать себя в руках, разговаривать. Наверное, все-таки, да, ежедневные видео, они сейчас выходят. Но они выходят, потому что есть накопившийся материал. Я, наверное, практически еще каждый день буду видео выкладывать. Кроме субботов и воскресеньев. Я смотрю, в субботы и воскресенье вы никто особо видосы не смотрят. Аккуратненько вписюниваемся. Сейчас тут будут приписюниваться к нам. Поэтому вдвойне аккуратненько. Я вот тестирую еще новый трос сцепления, которым уже и возможно будет пользоваться новый владелец данного мотоцикла. Намного четче стала работать сразу коробка. Вот. Намного эстетичнее он выглядит. Я доволен, что я его поменял. То есть... И доволен, что я все-таки еще, скажем так, держу его при себе какое-то время. И, возможно, и останется он у меня. И я пока этот тросик немножко понаслаждаюсь, в общем, тросом новым. А то как-то нехорошо. Сделал себе такую прелесть. И лишился ее сразу же. Опа! Ну, давай проезжай. Давай. Давай, дорогой. Я не тороплюсь. Я пробку проскочил. Я теперь вообще в удовольствие буду ехать. В такое же удовольствие, как эта девочка идет через мост. Не знаю, может, и не в такое же. Я не знаю, просто в какое удовольствие она идет. Но я еду по кайфу. Меня даже электросамокат не бесит. Хе-хе-хе. Да, и да, я большой не любитель их. Вот, к слову, совсем. Да-да-да-да-дан, да-да-дан, да-да-да-дан. Я свою Yamaha продам. Блин. Надо хоть сфоткаться с ней Хотя у меня фотки с ней есть Блин Блин, реально неоднозначное чувство С одной стороны очень хочу литр С другой стороны Очень не хочу терять свой Любимый железный лошадкин Тем более я его нафаршивал По полной Я не планировал, что я его вообще менять буду Но тут я не знаю Какой-то клин пошел Что я и бросаю курить И получается свободное денежка И Которая вот курению Она прям вот помогает Бросанию, потому что она мотивирует На то, чтобы бросить Ну вот, да Прям Прям внутренняя борьба идет Так что если вы увидите Моего байки на NLX Берите смело, не пожалейте Состояние огонь А если не увидите Это значит одно из двух Или я его продал Или я его передумал продавать Ну, хотя я, наверное, не передумаю Его продавать Я просто поставлю цену Вот поверху рынка за него И поверху рынка Если кто-то его заберет То я его отдам Я думаю До конца сезона он доходит Просто Прощаться с ним вообще не хочется Я же говорю Душа рвется в клочья Блин Мой любимый С одной стороны С другой стороны Ну, блин Не знаю С другой стороны Все-таки Надо расти и развиваться Нельзя же вечно На частотке ездить А там все-таки Запас мощности Вот И И И И 60 лошадей С лишним Нет Решение принято Все Решение принято Я не сдамся Я не позволю Своим мыслям Себя остановить Так 30 километров в час И будем ехать 30 километров в час Там у нас Пешеходы внезапно появляются Давай Ты сейчас наверняка Захочешь меня подрезать Нет? Ох ты Е-мое Я не хотел Не хотел я пускать Эту волну Я не знаю Видели вы Нет? Я в лужу въехал И Такой Сделал как Но вроде Никого не облил Даже себя Потому что Волну пускать Так-то не хотелось Девушка в белом Девушка в белом Рэкстон в черной Давай, Рэкстон, едь У тебя приоритет Дальше пешеход идет Байкер им дорог дает Байкер им дорог дает И что, кстати, действительно интересно Это то, что тросик газовый Тросик сцепления, который я вот поменял Это вообще мрак был Потому что у меня трос сцепления Не просто подходил, как мне казалось А там просто жестяк был вообще Какая ему задница Нечеловеческая Я не знаю, как он не порвался И как я правильно сделал Что я решил не откладывать И сразу его поменять Потому что неприятности себе За жопку мог я Им нажить очень даже легко Ух ты, ёхану, бабай А вроде водитель в маршрутке сидит Но ему как-то пофиг Он ломится Наверное, его надоело жить И он хочет упокоиться Так Красный свет Красный свет Настроение Цвета Красного А сейчас будет цвета зеленого Так, 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 так Вот так хорошо Вот так замечательно Так, ну что у нас еще Микротик почти настроил Вам это ни о чем не говорит А мне говорит о многом Давай, нарушитель Едь Я сегодня Блин, какое у меня настроение офигенное Велосипедист не переводит А переезжать через пешеходный переход А я его пропускаю А я же сноб такой задрот в этом плане Я просто не могу не доковыряться А тут, блин, с таким расположением духа Что вот хочется всем уступить Хочется вот вообще нести добро, улыбки и радость людям Давненько со мной такого не было Прям вот Надо все-таки действительно так делать Отдыхать между видосами И тогда будет вообще классный формат На полном таком позитиве Свет, кстати, классный У Хундайчика Это ж Хундайчик Или не Хундайчик Я ни хрена в машинах не понимаю У меня и прав-то никогда не было на автомобиле Я и за рулем-то никогда не сидел Меня только одно пугает То, что я как фанат двухколесной техники Убежденный просто Вот я мотоциклист Головного мозга У меня мотоциклизм в тяжелой форме Что не дай бог Я окажусь за рулем И мне понравится То есть я не хочу Потому что я столько денег не зарабатываю Если я еще и захочу машину иметь Кроме мотоцикла Ну все, как бы Это никакого бюджета не хватит Просто никакого У меня просто все На этом мои полномочия закончатся Я просто лягу, задеру лапки И скажу Да вы что, издеваетесь? Ну куда? И так живешь Ради техники, так сказать Масло на хлеб не намазал себе А в мотоцикле поменял Здорово было бы, конечно Если бы канальчик начал прибыль приносить И тогда можно было бы реально Более-менее свободно, адекватно Вот, поменять мотоцикл На помощнее Или донатики, конечно Было бы тоже прикольно Ну блин, какие нахрен донатики Донатики сейчас все Идут в другое место Тоже логично Ну было бы здорово Ну как С другой стороны И без этого справимся Вот так вот Потому что Было бы желание И поставленная цель Точнее Если есть желание И ты его превращаешь в цель А не в мечту То ты его добьешься Ну, если оно в пределах Какой-то реальной Допустимой нормы То есть Понятная идея Что если ты хочешь себе Бентли А ездишь в метро То, наверное Сложно выполнить это желание Но пересесть на более мощный мотоцикл Это вполне себе Блин Что ж ты делаешь, скотина? Это вполне себе реализуемо Это же надо было Постоять на аварийке И когда ты пытаешься перестроиться Начать движение Вот Ну, так что Желание должно исполняться И Подтянуть пояс Просто Заставить себя бросить курить Вот такая жесткая мотивация Набросить курить Вот Ни один Карнеги Или кто там Не дает столько мотивации Как дает Литровая драга Хе-хе-хе А моя цель Какая сейчас Поставить мотоцикл И купить цветы Потому что без цветов Домой можно не приходить Блин В годовщину свадьбы Тем более Если ты вот такой мудак Как я Это ее прощелкал Ну, блин Ребят, у меня С датами всю жизнь Была проблема Я их тупо не запоминаю Так что Вибачайте Если что Я Даже свой день рождения Запомнил Не с первого раза А это Казалось бы Дата, которая С тобой Всю жизнь Вот Так что Цветочки С меня Ну и что-нибудь Еще с меня Может Если я раньше Чем жена Домой приеду Попытаюсь Какой-нибудь Ужин Приготовить Это уже Не для видео Естественно Ну Что-нибудь Надо сделать Потому что Я двоечник Ну Хотя нет Не так Я мужчина Это У нас Общая Я думаю Полезнь Что мы Такие вещи Не запоминаем У меня Не главное Какого числа Мы Расписались А главное То что Мы вместе И я Ее люблю Искренне Люблю То есть Иногда Конечно Бывает сложно Ну Два взрослых Чарик Всегда бывает Тяжело Но Но Несмотря на это Я Просто без ума Своей жены Я счастлив И если В моей жизни Было что-то По-настоящему Хорошее То это Она Потому что Она смогла Вернуть Меня к жизни Когда мне Каза Я уже думал Что на этом Все На этом Скажем так Наши полномочия Все Конец А она взяла Такая И прям вот Воскресила Так что Лучшая женщина В мире И она моя Ну что Будем заканчивать Наверное Видос на этом Потому что И так Затянутый Получился И очень Такой Обширный В связи с этим Что мы делаем Ставим лайки Подписываемся На канал Делимся Видео В общем-то Пишем комментарии Вот Обязательно И Соответственно Катаемся Наслаждаемся По возможности Не подставляемся И Мир вам Любовь И В общем-то Чтобы все близкие Были Живы Целы И здоровы Это самое главное Ну и не забывайте Кайфовать Как бы тяжело Не было жить Потому что Жизнь Без кайфа Без приключений Она теряет смысл А Быть просто Замущенным И унылым Потому что Вокруг все плохо Ну это не сложно А вот Быть довольным И счастливым Несмотря ни на что Вот это уже Искусство Так Есенин говорил Казаться Улыбчивым И простым В те времена Когда тебе тяжело И грустно Самое Сложное В мире Искусство Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok